всем привет друзья с вами Варчик в этом видео поговорим про XOR 1008 новая британская премиум пт из коробок если вы не заметили то у многих последних прем танков особенно которые за последние годы выпадают из коробок у них пробитие голдой 280 299 и вот вам пожалуйста 321 да конечно на восьмом уровне есть пт у которых пробитие в районе 300 но мы сейчас говорим про танки которые даже не являются птшками у многих ст и тт пробитие 280 на премиумных танках которые фармят больше чем обычные прокачиваемые и заряжать голду на них не составляет никакого труда поскольку если не стрелять прям полностью голдой в минус ты не уйдешь особенно если есть премиумный аккаунт потому что ты за эти снаряды как раз таки заплатишь в конце боя поскольку у тебя повышенная доходность а если есть там премиумный аккаунт если ты еще играешь на новый год и у тебя елка добавляет еще бонус к серебру а если ты еще в клане тут и можешь клановыми плюшками пользоваться и свои резервы включать в итоге ты можешь на голде еще и фармить и многие в такие периоды настреливаться голдой под самую завязку прямо от души играют на full голде и когда у танка такое высокое пробитие голдой задумываешься о чем идет речь когда говорим про броню какая нафиг броня на восьмом уровне если у тебя пробитие 321 возьмем тот же самый бизонты c45 который тоже выпадает из коробки там который якобы направлен в сторону брони и от нее нужно плясать и играть весь бой но по сути танк держит снаряды пробитием ниже 230 все что выше 230 уже с трудом 250 уже тяжело и уязвимых зон больше чем мест которыми ты можешь танкануть а танк очень неповоротливый медлительный нет удельной мощности и особо по карте не поездишь он едет только когда едешь с бугра ты приезжаешь на этом корыте куда-нибудь в позицию тебя просто в самые крепкие места насквозь пробивают даже с пробитием 250 а здесь челик играет на full голде и таких в рандоме сейчас много с пробитием 321 на 70 больше чем нужно при этом базовым снарядом пробитие пониженное потому что так нужно сейчас объясню почему этого танка должно быть пониженное пробитие чем у остальных пт возьмем допустим су-130 pm и скорпиона у них высокое пробитие базовым снарядом в районе 250 и голдовым снарядом в районе 300 почему у этих танков такое пробитие можно оправдать потому что су-130 pm не особо быстрый абсолютно не бронированный у него не полноценная башня и он не может заехать там где хочет как враг под него подставляется так ты в него скорее всего и будешь стрелять это не тот там который носится по всей карте и заезжает с той стороны с которой удобно пробивать поэтому если у него не будет нормального пробития это танк будет бесполезен вообще то же самое скорпион и он ездит у него есть башня но башня очень медленно вращается танк очень большой абсолютно нет брони и мы хоть и можем быстро ездить по всей карте за счет удельной мощности и хорошей максимальной скорости но за счет отсутствия маскировки и здоровенного размера не всегда получится заехать нам где хочешь ты можешь но если ты умный ты не будешь ездить везде где попало потому что тебя быстро убьют если у этих двух танков забрать пробитие они будут абсолютно бесполезны и потому что они не могут заехать удобно приятно там где хотят они вынуждены играть от ситуации которая создается в бою и теперь берем наш ксор 1008 это танк полу ст полу пт у него великолепная точность скорость полета снаряда хорошее сведение точность хорошая стабилизация хорошие увн и есть башня он небольшого размера есть маскировка еще и в додачу его не так уж легко пробить если он играет от холмиков и он не полностью ватный минуса у этого танка где поэтому у этого танка базовым снарядом и близко нету 250 потому что и не должно быть потому что этот танк может заехать с той стороны где хватит такого пробития базовым снарядом у него 226 этого пробития за глаза хватает если ты заезжаешь там где удобно расстреливать врагов раздавать барабан и уезжать также за счет точности стабилизации сведения и всего остального увн и в целом комфорта стрельбы можно хорошо выцеливать уязем и зоны этому танку не нужно много пробития потому что у него нет нигде минуса он комфортен во всем и он вообще может играть со стэшками на фланге и бодро с ними кататься крутиться вертеться врываться единственное ограничение для него это долгая перезарядка всего барабана но это не катастрофа ты просто выключаешься на полминуты из боя все и этому танку дается пробитие голдой 321 сколько раз у меня пригорало того что это маленькая корыто в неожиданный момент быстро прилетает на максималке 60 км в час очень быстро раздает барабан между снарядами кд 2 секунды пиу 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 и уехал плюс еще все время держите на катке потому что ты не можешь на медленном ведре уехать за 2 секунды и все плюс у этого танка пробитие голдой 321 сейчас куча бонуса на серебро работает свои резервы прям аккаунты плюс этот прям танк плюс это танк у которого есть все возможности играть с пониженным пробитием но у него наоборот повышенная это максимальный кретинизм разработчиков это максимальный pay to win заплатил и нагибаешь на фулл голде за счет того что ты на этом танке не будешь уходить в жесткий минус или не будешь уходить в минус вообще играю на голде потому что много плюшек на серебро работает сейчас в новый год да конечно же люди которые сейчас играет на этом танке на фулл голде веселятся радуются и наслаждаются полностью этой гениальной игрой но потом они захотят поиграть на тяжелом танке это кастрюля прилетит к ним насует четыре снаряда в рот и спокойно уедет и потом они на своем тяжелом танке вспомнят как они веселились это абсолютное отсутствие баланса абсолютно свинский поступок со стороны разработчиков у этого танка пробития голдой должно быть примерно как у тортой со 250 260 в этом районе никаких 320 тут не должно быть вообще это полусредний полу пт танк откуда здесь 321 это надо быть абсолютно кретином чтобы такое сделать этот период когда еще дополнительный бонус на серебро от елки работает это самый конченый период чтобы играть на тяжелом танке все любители покататься на прям танчиках заряжают по максимуму голду и бои становятся еще конченее потому что броня в рандоме просто исчезает бои становятся быстрее и конченее как удивительно что турбо боев становится больше давайте с шестого уровня добавлять пробитие 321 мне кажется уже пора а то шестерки не будут пробивать имбовые по броне восьмерки ведь этот танк не будет мусором если у него забрать такое имбовое пробитие голдой он же и так классный вот скажите где у него минус обзор как для птшки 370 пойдет его можно разогнать тут есть башня тут есть увн и 1200 хп это не самая маленькая хп для пт-8 не сильно большой размер есть где-то броня да конечно это не маус но снаряды не все пробивают не сильно большой размер маскировка сведение стабилизация точность да что еще этому танку надо он еще и быстро ездит вполне себе какого черта еще и пробитие голдой такое большое этот танк абсолютно насквозь в лоб башни пробивает нового британца из коробок спасибо разработчикам за новый год с вами был варчик играть красиво всем пока и Продолжение следует... Продолжение следует...